всем привет дорогие друзья не забываем подписываться на канал ставить лайки комментарии это очень важно подписывайся на канал и будьте счастье касатик ну вот сегодня вечером друзья прилетела новость что руководство спартака кинула страйк моего друга михаила барзыкина на независимого блогера у которого как мы знаем на основном канале более чем 260 тысяч подписчиков и конечно по моему скромному мнению мой друг мишаня барзекин является среди российских сми спортивным футбольным журналистом номер один да да я подчеркиваю и номер один это никаких сомнений не вызывает потому что те обзоры выпуски которые миша делает с большим профессионализмом он обозревает все рпл не только спартак сейчас еще включились европейские чемпионаты я знаю что его смотрит практически все рпл его смотрит да да именно игроки руководители судейский корпус там кто только легче сказать кто только не смотрит конечно миша так сказать имеет общероссийскую известность вот это вот сейчас страйк который на него пришел ну там правда административная статья там минимальный штраф 5000 рублей максимальный 10000 рублей вот даже дело не в этих небольших суммах а дело в том что это заявление подписано председателем совета директоров спартака господином фидуном да ну естественно тут мы все понимаем что господин фидун человек занятой возможно на этими делами не занимается как там сейчас у него многие пишут сми состояние здоровья там с его сердцем а занимается этим конечно все об этом знают об этом тоже пишут постоянно все сми его гражданская жена госпожа салихова конечно их задевают те слова что говорит миша борзыкин там о господине фидуне госпожа госпожа салиховой других руководителях спартака но михаил борзыкин говорит правду друзья он он называет вещи своими именами я там вижу все ролики его я там особо не видит каких-то некорректных слов там не было никаких там прямых оскорблений или унижения или матерных слов по моему все было достаточно корректно но если там они нашли они эти пишут ролики вырезают там вызывает прокуратуру законом о прокуратуре там при хорошем адвокате даже если это дело по административной статье надо все еще доказать там какой-то суд чтобы заплатить штраф я думаю все это неизвестно как развернется и михаил будет конечно в широком аспекте оповещать я тоже буду об этом оповещать делать ролики и бесспорно расскажу своим знакомым немецким журналистам которые работают таких журналах как кикерт спорт бильд пресс аташе немецких клубов других которых я лично знаю вообще есть знакомые среди немецкой спортивной журналистики пусть они эту тему подхватят как в россии кидают страйки на топ-блогеров независимых которые высказывают свое независимое мнение в основном то правильный вот и посмотрим что из этого выйдет как дальше как михаил будет реагировать как немецкая пресса на это прерагирует на что хочу сказать господа которые написали это заявление господин фидун госпожа салихова которая естественно это там она не фигурирует естественно она все это делала гражданская жена своего мужа вот подписано господином фидуном посмотрим как это будет развиваться там этот штраф не штраф будет ли вообще вообще этот штраф просто хочется сказать что все вот в российской федерации в стране вот это вот такая широкая травля независимых журналистов не касаемо и футболях а других то есть любой человек который высказывает инакомыслие свое мнение не согласен и с официальным мнением этого газпромовского матч-тв который там дует в эту дуду мы все знаем вот поэтому независимых журналистов таких топовых журналистов номер один как михаил барзыкин вот это начинается вся вот эта мировая закулиса выливать всю эту грязь вот еще не удивлюсь сейчас это выступит эти вот на матч-тв так называемые которые мы знаем содержатся полностью газпромом вот ну естественно ничего удивительного в этом нет но в то же время это еще раз подчеркивает о том как все плохо насколько все плачевно обстоит в московском спартаке то есть команда практически которая развалена не существует то есть руководитель клуба господин фидун его гражданская жена госпожа салихова хотя она не подписала письмо вот такие вот заявления в прокуратуру чтобы выяснять отношения так 100 блогерами которые делают свои выпуски у них нет других дел они не могут заняться клубом который провально выступает на столетие трансферами руководства у клуба нет все сектора провалены не спортивного департамента не пиар департамент вообще никакого ничего нет ноль разруха а вот у господин фидун нашел время его гражданская жена госпожа салихова нашли время чтобы такой вот страйк кинуть на михаила барлыкина но ребят как говорится когда делать нечего знаете коту что он делает одно место чешет понимаете вот отсюда все идет то есть как бы у них основная задача это борьба с блогерами ребят борьба с михаилом барзыкиным да вот они занятие клуба занятие клубом не надо то что клуб провальный 15 миллионов болельщиков они думают что это все так сойдет с рук никто это ничего как говорится все это пройдет нормальным таким курьером и все это никто на это не обратить внимание но нет они облуждают заблуждаются глубоко все на это обращается внимание и в российской федерации это подхватит другие зависимые и независимые смы и в германии я постараюсь так к этому тоже свою руку приложить чтобы зависимые и независимые немецкие сми известны малоизвестные очень известны тоже эти заметки опубликовали и посмотрим как на это будет реакция российской и мировой общественности вот как то так дорогие друзья всех Люблю и обнимаю. До новых встреч в эфире.